Привет! С вами снова Софья Мироедова и библиотека комиксов. Сегодня мы поговорим про цветной графический роман, который называется «Прибой». Его авторы Стив Орландо и наш соотечественник Артём Траханов. Итак, как ни странно, наконец-то в нашей подборке появился цветной графический роман. И он настолько цветной, что после предыдущих монохромных работ он может вас поразить изобилием красок. Но не только это здесь хорошо. И сейчас я расскажу пару слов о сюжете и о том, кому может пригодиться прибой в качестве учебного пособия. Про историю создания романа вы можете прочитать непосредственно в романе. Она достаточно нетривиальная, потому что здесь авторы из разных стран, которые решили объединиться для создания вот такого фантастического шедевра. И он хорош тем, что вы не найдете здесь каких-то стереотипных и шаблонных решений ни с точки зрения сюжета, ни с точки зрения графики. На первый взгляд, когда берешь книжку и смотришь, может показаться, что это стандартная манера DC и Марвела. Но это совсем не так. Если превратить этот роман в мою любимую черно-белую графику, то это будет такая серьезная, мастерская, поставленная рука Артема, естественно, нашего с вами соотечественника, я напомню. И если лишить этот графический роман цвета, он, естественно, ни в чем не проиграет, поскольку именно черно-белая графика является его такой твердой основой. И это очень здорово, поскольку именно эта графика направляет внимание зрителя. Все остальные цвета являются только помощью, которая просто подчеркивает и поджигает те или иные элементы сюжета, которые автор хотел сакцентировать. К примеру, здесь потрясающая работа со светом. То есть, если вы рисуете контур, как здесь, черно-белый, а потом работаете с цветом, то зачастую авторы отказываются от того, чтобы дополнить в колорите работу с объемом, но не Артем. И это очень классно. Здесь нетривиально именно то, что кроме четкой графической манеры вы также видите очень продуманную работу с окружением и со светом. То есть, то, как Артем лепит пространство светом, это потрясающе. И именно этому стоит здесь поучиться. Поскольку хорошие поставленные графики, мы можем поучиться и других романов, здесь я все-таки посоветую вам посмотреть на то, как лепить пространство. И, кстати говоря, еще одним важным преимуществом этой книги является ее колорит. Это не обычная стандартная покраска, которую мы можем увидеть в каких-то знакомых нам комиксах, а это необычная манера, которая скачет от главы к главе, и Артем находит совершенно разные решения для каждого отрезка сюжета, в зависимости от того, насколько насыщенным событиями и драмой он будет. Это фантастический роман, поэтому практически каждая глава очень насыщена сюжетом, и цвет здесь просто выплескивается со страниц, и это очень здорово, особенно для тех, кто хочет работать с колористикой и с цветной графикой. Я знаю, что мне все любят ЧВ, в отличие от меня, и поэтому этот графический роман вам точно подойдет. Кроме работы с цветом, с линией и пятном, о котором я уже сказала, здесь очень важно проследить на то, как авторы разворачивают сюжет. Графический, естественно, да, то есть мы не смотрим на саму историю. Итак, здесь вы можете увидеть как стандартную раскадровку с обычными окошечками, как из наших любимых простых комиксов, так и иллюстрации на целые развороты, которые занимают две страницы. И это очень здорово, потому что вы можете, ну, скажем так, набрав скорость во время чтения, на них остановиться и рассмотреть, что происходит на переднем плане, на заднем. Это как иллюстрация, даже уже не графический роман. Кроме того, периодически здесь начинают ломаться те самые окошечки, именно для того, чтобы подчеркнуть динамику чтения, да, то есть чтобы ускорить зрителя. И это работает. То есть вы, наверное, ну, может быть, остановитесь на пару секунд, рассмотреть большие полостные иллюстрации, но в остальном чтение идет очень быстро именно из-за того, что события разворачиваются насыщенно, и графика помогает раскрываться этой динамики через раскадровку и через те самые, да, приемы, о которых я говорила. К примеру, работу с цветом и с графикой. Где-то цвета больше, где-то меньше, и в зависимости от этого наше внимание, соответственно, меняется. Итак, подвезем итог. Графический роман «Прибой» просто обязан быть на вашей полке, если вы хотите работать с цветом и писать фантастические, динамичные графические новеллы. Ну, на этом все. Напомню, что эту книжку вы можете прочитать в библиотеке Лермонтова в Санкт-Петербурге. Лермонтова в Санкт-Петербурге.